Здравствуйте, друзья мои! С вами Шамов Дмитрий. Я вот только недавно вернулся из японского кинотеатра, где посмотрел новый анимационный фильм о Кото Щенкае, Кими Нонава, что переводится как «Твое имя», и хотел бы в этом видео поделиться с вами своими впечатлениями. Я специально записываю обзор на этот фильм сразу после кинотеатра, чтобы поделиться с вами настоящими живыми эмоциями, которые я испытал и пережил при просмотре Кими Нонава «Твое имя». Я смотрел, наверное, все работы Макоты Щенкае. Это и «За облаками», и «5 см в секунду», «Сад изящных слов» и многие другие. И вот сейчас посмотрел «Твое имя». Могу сказать, что стиль Макоты Щенкае мне очень нравится. Его работы заставляют как-то переживать и, возможно, в каких-то моментах сплакнуть. И он как-то умело сочетает музыку, картинку и действия, которые происходят на экране, что вот это вот все забирается куда-то глубоко в душу и заставляет переживать прям, даже когда ты не очень хочешь. И вот в этом последнем фильме «Твое имя» тоже такое было. Я, правда, ни разу не сплакнул, но рядом люди сидели, которые и сопли пускали, плакали, с платочками сидели, то есть людей трогало за душу. На самом деле Макоты Щенкае часто ругают за эту вещь и сами японцы, и многие другие иностранцы, что он просто делает свои фильмы такими немного слезливыми, которые трогают за душу, хотя это в некоторых местах и не нужно. Даже вот если посмотреть на недавние комментарии у меня на канале, я делал видео про японскую рекламу, и там был такой небольшой момент, где-то 15 секунд, ролик строительной компании, для которой вот эту рекламу нарисовал Макоты Щенкай. Там ничего особо такого не происходит, ну и 15 секунд никакого развития сюжета по сути нет, но там красивая картинка, играет музыка и тоже трогает за душу. И даже люди в комментариях писали, что вот этот небольшой 15-секундный ролик уже заставляет меня всплакнуть. Вот она сила Макоты Щенкае. Такое дело есть. Но я не считаю это минусом, мне в принципе это нравится, и главное, чтобы интересно смотрелось, что и получилось вот в последнем фильме «Твоё имя Кими Нонава». Макоты Щенкай, конечно же, как всегда, рисует облака. В любой непонятной ситуации рисуй облака. Так думает Макоты Щенкай, как мне кажется. Фильм начинается с того, что падает звезда на небе сквозь облака, красиво они так разлетаются и летит вот куда-то в Японию. И дальше уже начинается сам сюжет. История Кими Нонава «Твоё имя» рассказывает следующую вещь. Есть парень и девушка. Парень живёт в Токио. Девушка живёт в провинциальном городе, где-то вообще в деревне, далеко от Токио, где мало есть на что посмотреть, нету каких-то кафе, мало магазинов, а парень обычный токийский. И по какому-то непонятному стечению обстоятельств они начинают не просто обидеть у друг друга сны, а они наутро просыпаются и меняются телами. То есть, как обычная история смены тел. Парень-девушка или мужчина-женщина меняются телами. Поначалу кажется, что это так. Они проживают жизнь другого человека, знакомятся с персонажами другими, попадают в другую среду совершенно. Для девушки всё такое необычное. Это же Токио, она жила в провинциальном городе. Парень тоже не понимает, что происходит. Постоянно лапает свою грудь, потому что он же стал девушкой, а парень подросток, старшеклассник. И наутро они опять возвращаются в свои тела. И мало помнят из того, что происходило. И оставляют себе какие-то заметки. И вот до середины фильма я думал, что в принципе так и будет. Вот просто история о том, как они поменялись телами, а потом, возможно, они будут искать друг друга, и начнётся такая история любви, что они встретились в реальности и полюбили друг друга. Но не тут-то было. На самом деле история намного глубже, она захватывает. Могу даже сказать, что она немного трагичная. И то, что произошло, я никак не ожидал. Вот если вы смотрели трейлеры вот этого фильма «Твое имя», то, наверное, в принципе, представляете себе, что там происходит. Как раз то, что я сейчас рассказал, это всё понятно по трейлерам. И я сейчас не спойлерил, как многие любят говорить. Я рассказал то, что показывали вот именно в рекламных трейлерах. Но на самом деле самое главное того, что... Ну, вообще главное, о чём этот фильм, то, что там будет происходить, не показали ни в одном трейлере. Поэтому для вас это будет сюрприз, я надеюсь, приятный, и вас это заинтересует, захватит, так же, как и меня. Весь фильм я сидел и смотрел, не отрываясь. Музыка, картинка, голоса, действия какие-то, ракурсы. Всё подобрано просто замечательно. Все смотрели просто вот с такими вот открытыми глазами. Никто в зале не разговаривал, не перешёптывался, ничего. И на удивление в зале было... Ну, почти все были взрослые люди. Мужчины лет 60, бабушки там приходили. Детей вообще практически не было. Может быть, пару школьников. Все довольно взрослые. Учесть, что сериал... Ой, не сериал, а фильм идёт уже 8 недель где-то в Японии. Я его на самом деле хотел посмотреть в самом начале, когда он только вышел. Ещё, по-моему, в конце августа. Но не смог посмотреть, потому что я как раз в этот момент уехал в Москву. Его сейчас вот приехал и сразу же, конечно же, пошёл посмотреть, потому что я очень ждал. Этот фильм уже 8 недель держится на первых местах в японском рейтинге. Бьёт все рекорды. Говорят, что если так и продолжится, и если сериал... Ну, почему-то я всё время сериал говорю. Привык, что аниме, обычно сериалы. Если вот этот фильм будет держать такие же позиции дальше, то, возможно, он переплюнет даже фильмы Хаяо Миязаки, например, «Унесённые призраками». Хотя, вряд ли, конечно, они на первом месте уже многие-многие годы. На данный момент фильм собрал в японском прокате 15 миллиардов йен. Чтобы вы примерно представляли, сколько это и сколько там много ноликов, это где-то 146 тысяч долларов. Учесть, что показывается всего 2 месяца и только в японском прокате. А потом, когда выйдет Blu-ray, DVD, когда начнут показывать, возможно, за границей, то, конечно же, фильм ещё наверстает. Это очень хороший успех. И большой такой. И, наверное, самый кассовый фильм среди всего, что делал Макото Щенкай на данный момент. И людям очень нравится. Я, когда вот только выходил из кинотеатра, слушал, о чём говорят люди. Многие ставили, там, говорили между собой, что это лучше, что я смотрел за последний год. Или, там, кто-то говорит, что это 100 из 100. В Японии любят делать оценку именно из 100 баллов. Если меня спросят, сколько я поставлю за этот фильм, то, наверное, 98. Но, объективно, 98 не из-за того, что мне там что-то не понравилось, а просто надо к чему-то придраться. Возможно, есть что-то лучше бывает. И за что-то можно поставить 100 баллов. Но, если вот так вот честно смотреть и говорить, как я сейчас чувствую, так, положа руку на сердце, то, конечно же, будет, наверное, 100 из 100. Когда вот эти все эмоции, наверное, поутихнут, я найду к чему придраться. Но пока не к чему. Это лучшее из того, что я смотрел Макото Щенкай на данный момент, как мне кажется. Хотя тот же самый сад изящных слов мне очень понравился. Тронуло за душу. Очень хорошая, интересная история. Реально переживаешь, как в каком-нибудь, я не знаю, боевике или в каком-то таком фильме остросюжетном. Очень захватывает. Красивая картинка, приятная глазу. Сею подобраны хорошо. Вот если смотреть, например, фильмы, анимационные студии Джибли, фильмы Хаяо Миядзаки, то он такой консерватор и придерживается взглядов, что его вот этих вот персонажей должны озвучивать не профессиональный Сею, а обычные японские актеры. А как вы понимаете, обычные японские актеры, это не какие-то актеры озвучки. Они зачастую не умеют это делать, и поэтому картинка вроде красивая, все вроде здорово, но в фильмах студии Джибли чувствуется, что голос как будто он, ну, приляпан, он как будто не подходит к этой картинке. Даже вот в одном из моих любимых фильмов студии Джибли, он есть, нет, как называется, «Ветер крепчает», Хазы Тачину, про авиаконструктора, там вот главный герой, но реально голос ему совершенно не подходит. Кто смотрел на японском языке с субтитрами, либо просто на японском языке, наверное, знает, что я говорю. И вот мне понравилось, что у Маку Тачинкаи такой проблемы нет. Видно, что озвучивают именно Сею, и смотрится, конечно же, все это здорово. Смотреть или нет, однозначно смотреть, просто великолепная вещь, вам понравится. Многие в Японии ходят смотреть по два, по три раза, и даже по пять раз. Как раз, наверное, из-за этого такая касса и получается. Я думаю, будут ходить смотреть еще. Все под большим впечатлением. Вот даже я когда выложил, что сделаю обзор на этот фильм в группе, некоторые сказали, что им все-таки нравится больше не этот вот «Твоё имя» фильм, а другие работы Маку Тачинкаи. Но лично для меня это все-таки, она, наверное, лучше. Видно, что он прыгнул выше головы своей, и, конечно, рейтинги и оценки других людей говорят об этом же. В ближайших планов у меня посмотреть Кои Нокатачи. Форма голоса, насколько я понимаю, на русский перевели. Надеюсь, тоже будет очень интересно, насколько я читал там про глухонемую девочку. Но я стараюсь особо не смотреть трейлеры, не особо читать аннотации до того, как сам посмотрю, чтобы для меня было все в новинку. Поэтому даже Кими Нонава, «Твоё имя», я не особо смотрел, кто там играет, а с чем там будет. Я только посмотрел пару роликов, что будет вот такой вот фильм, а дальше старался не вникать в подробности, чтобы для меня все было такой небольшой загадкой. Совершенно не жалею, что сходил. Тем более, прошло уже 8 недель, и билет удалось достать дешевле, чем обычно. Обычно билет для мужчины стоит 1800 йен. В любое время суток у них нет того, что утром дешевле, а вечером дороже. Иногда бывает, наоборот, вечером дешевле, чем днем, например. И вот сейчас мне удалось купить билеты за 1300 йен. А Микки получила свой билет всего за 1000, потому что в среду это день для девушек, и всем девушкам, неважно какой вы национальности, в Японии будет скидка, и вы сможете купить билет кинотеатра всего за 1000 йен. Так же, как и студенты, либо пожилые люди. В общем, очень выгодно ходить по средам девушкам. Вот, такие вот у меня мысли о Киме Нонава, «Твоё имя». Очень понравилось. Советую посмотреть, когда выйдет в Россию. Конечно, очень хотел бы, чтобы показали такой вот анимационный фильм в кинотеатрах в российских, либо, ну, и в других странах, конечно же, потому что, когда смотришь в кинотеатре и смотришь на мониторе, это совершенно разное ощущение. Особенно в момент, когда падает звезда, это просто шикарно, очень красиво, и она так переливается всё, и вот из-за того, что экран большой очень, вокруг всё так тоже подсвечивается, очень красиво, есть ощущение, как будто какой-то реальности происходящего, хотя и смотришь на нарисованную картинку. И мне кажется, что вот этот фильм, анимационный, я не могу просто назвать это обычным аниме, это анимационный фильм или даже просто фильм. Стоит, наверное, посмотреть тем, кто скептически относится вообще к аниме, кто считает, что аниме это для подростков, либо аниме это для детей, и, ну, такие вот примерно взгляды имеют. Если посмотрит, я думаю, человеку очень понравится, затянет, и, возможно, появится желание посмотреть и другие какие-то вот такие вот работы. Так что советую посмотреть всем, неважно какого возраста, нет ничего пошлого, поэтому можно смотреть как и с детьми, так и взрослым людям будет интересно, поэтому обязательно смотрите. Вот такие вот у меня мысли. В принципе, более подробно говорить здесь не о чем, потому что, что бы я ни сказал, это, наверное, будет небольшой такой спойлер сюжета, поэтому я не могу рассказать вам, что происходит в самом фильме. Я не хочу испортить вам впечатление, потому что вот именно вот этот элемент неожиданности, того, что произойдет в этом фильме, как раз и главная изюминка вот всего вот этого фильма, поэтому тут я не буду спойлерить, посмотрите сами. Если кто-то уже смотрел, возможно, где-то уже есть пиратские версии в ужасном качестве, либо какие-то экранки, потому что японские вот такие вот фильмы обычно появляются на всяких вот торрентах или на таких вот сайтах различных, где есть аниме-сериалы или фильмы, где-то через год, когда выходит на блуреи, ну, либо через полгода, поэтому сейчас пока что вряд ли есть, но когда появится, либо если уже есть возможность посмотреть, то посмотрите и поделитесь вашим мнением. И я специально не стал делать этот обзор, на самом деле, за кадром, как я делаю на другие аниме-обзоры, потому что, чтобы поделиться вот таким вот с вами обычным мнением того, что исходит прямо сейчас из головы, потому что, если бы я сел сейчас читать, вернее, писать какой-то текст, то получилось бы немного по-другому, были бы какие-то другие совершенно мысли, я бы начал больше все это анализировать, а я не хотел этого делать, я хотел поделиться именно живыми эмоциями. На другие, наверное, сериалы все-таки я буду делать закадрово, хотя у меня есть вы, я могу спросить у вас, как вам больше нравится, когда я делаю обзор на аниме на 5 минут, все структурировано, просто отдельный такой хороший, ну, надеюсь, качественный обзор 5-минутный, либо, когда я вот так вот сижу и просто рассказываю вам о том, понравилось мне или не понравилось, что стоит отметить, что не стоит отметить, или вообще там какие моменты хорошие или плохие, напишите, пожалуйста, в комментариях тоже, это как бы повлияет на то, как я буду дальше все-таки делать, возможно, буду чередовать в каких-то определенных моментах, вот, и сделаю, наверное, обзор на Койну Катачи, когда посмотрю форму голоса, в ближайшее время, надеюсь, надо будет, вот сейчас закончим это видео, смонтирую его, выложим на канал и посмотрю, когда будет в ближайшее время в кинотеатрах показывать, потому что вроде тоже он давно идет, и, наверное, даже скоро закончится, надо успеть, большое спасибо, что уделили мне время и ваше внимание, или наоборот, не забывайте подписываться на канал, если еще не подписаны, также под видео есть такой небольшой колокольчик, где написано название канала и количество подписчиков, если вы на него нажмете, вам будут приходить уведомления о моих новых роликах, и вы ничего не пропустите, всегда будете в курсе всех событий, тоже на него нажмите, оставляйте комментарии, ставьте лайки, рассказывайте о моем видео бабушкам, дедушкам, друзьям, подругам, каким-нибудь прохожим, вообще всем, кому только можно, одногруппникам, сокурсникам, коллегам, всем, и до встречи в следующих видео, друзья, до свидания. до встречи в следующих